Противостояние автолюбителей и мотоциклистов на украинских дорогах началось не вчера и вряд ли когда-нибудь прекратится. Водители машин вечно обвиняют байкеров в наглом поведении. Любители железных коней же уверены, что к ним относятся пренебрежительно. Результат такой взаимной неприязни часто бывает плачевным. Тиев, окружная дорога. Здесь поздним вечером байкер на мотоцикле бмв догнал фиат. От удара мужчина чуть было не вылетел из седла. От тяжелых травм его спас шлем. Удар головой пришелся в стекло фургона. Водитель фиата утверждает, в аварии виноват мотоциклист, который якобы превысил скорость. По словам шокированного водителя, ДТП произошло во время маневра, а внимание на шустрого байкера он обратил еще за несколько секунд до столкновения. Но мотоциклист, судя по всему, опасности не учел. Водитель фиата включил поворотный сигнал и начал перестраиваться в крайний правый ряд. Мотоциклист, не сбавляя скорости, двигался в нескольких десятках метров позади. Не успел автомобилист закончить маневр, как байкер врезался в машину. После удара фиат съехал к расположенной поблизости заправке. Такова версия водителя. У мотоциклиста же другой взгляд на ситуацию. Вот только внятно изложить свою мысль нашему репортеру он не смог. То ли из-за волнения, то ли по какой-то другой причине. Что имел в виду байкер, удалось выяснить только у мужчины из своеобразной группы поддержки. Впрочем, не сразу. Сперва он был куда больше озабочен разборками с нашей съемочной группой, но в итоге все же озвучил свою версию. Он нырял из кармана, он видите, где карман? Он из него шел в ряду в левом и начал перестраиваться сюда. Но так как шли в крайнем ряду две машины, он тупо стал в среднем ряду. Все. Есть видеосъемка видеорегистратора двух свидетелей. Человек уехал, один с Ауди выскочил, помог мотоциклисту, а второй уже догнал этого аж там на светофоре и вернул сюда. Возвращаемся к водителю. Мужчина не отрицает, его действительно останавливали свидетели. Хотя скрываться с места ДТП он не собирался. Как бы там ни было, темных пятен хватает в обеих версиях. Тем не менее, виновника происшествия, определят инспекторы ГАИ. Нельзя отрицать, что мотоциклисты действительно довольно часто страдают из-за водителей. Кого-то не пропустили, кого-то не заметили. Но, как видим, нередко байкеры и сами подвергают себя опасности. Невнимательность, излишняя самоуверенность и любовь к быстрой езде выходит хозяевам железных коней боком. В этот раз обошлось без серьезных последствий. Помятые машины и разбитые мотоциклисты – это ничто по сравнению с человеческой жизнью. Но так случается далеко не всегда. И никакая экипировка не спасет того, кто недооценивает опасность, которую таит дорога. Больше видео с места ДТП смотрите на официальном канале Магнолии ТВ в Ютубе.